здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала я рада вас приветствовать спасибо вам за то что вы поддерживаете мой канал спасибо вам за ваши комментарии а также спасибо вам что вы пишете запросы на расклады которые вас интересуют сегодня я сделаю расклад который называется отношения под микроскопом я буду работать на колоде который называется черный гримуар на этой колоде очень хорошо видны если на людях порчи сглазы какие-то негативы эта колода очень хорошо показывает теневую сторону отношений какие есть у человека страхи комплексы на этой колоде очень хорошо видно изнанка человеческой души и сегодня я сделаю расклад на отношения для елены лагуновой и александра лагунова странное исчезновение елена до сих пор многих очень беспокоит и как стало известно все таки полиция склоняется к тому мнению что елена лагунова жива на этой колоде я посмотрю истинное отношение александра к елене незадолго до ее исчезновения если кому-то понадобится индивидуальная консультация под данным видео будет находиться номер телефона куда вы можете написать смс-сообщение ватсап либо же вайбер первое отношение александра елене незадолго до ее исчезновения за сутки до ее исчезновения второе что он на самом деле чувствовал к елене какие у него были чувства что он хотел чего он боится в данный момент какое было его отношение к елене что он будет делать впоследствии какие у него есть может быть планы что хотела елена как она себя вела что она делала незадолго за сутки до своего исчезновения исчезновения и итог какой же итог все этой ситуации пустая карта я потом положу дополнение открою эту карту потому что карта закрыта это также может говорить о какой-то неожиданности какие у него были отношения его истинное отношение к елене за сутки до ее исчезновения эта карта говорит о том что он как будто находился в ожидании какого-то подвоха незадолго до своего исчезновения незадолго до своего исчезновения между ними был какой-то разговор и причем этот разговор был неожиданным для александра но он очень был важный для обоих вообще эта карта также говорит о том что в отношениях он не получил того чего он хотел он как будто бы был не совсем удовлетворен происходящим и то что между ними происходило что же он чувствовал по отношению к елене на этой карте изображены два мужчины которые наблюдают за ритуалом которые внизу делают люди ритуал магический ритуал о чем эта карта говорит вот если говорить о чувствах да не было там вот таких вот ярких именно эмоциональных чувств которые говорили бы про любовь в его чувствах пришло время воплощать свои идеи и планы в жизнь он вообще на нее как бы смотрел со стороны и наблюдал за ней также но эта карта не про любовь эта карта про терпение и выдержку а также он привлекал к себе единомышленников привлекал их на свою сторону и они за еленой наблюдали наблюдали за тем как она себя ведет что она делает вот по поводу что если брать конкретно проводились ли какие-то ритуалы магические по отношению к елене здесь однозначно могу сказать что возможно шли какие-то молитвы какие-то ритуалы но как они впоследствии отразились на елене мы уже знаем что же он хотел что же он хотел мощная карта здесь карта дьявола в первую очередь когда выпадает эта карта эта карта когда человек находится в какой-то зависимости под воздействием собственных негативных привычек страхов а также в данный момент тут лавкрофт назвал этого демона датоном датоном такое вот интересное имя он дал ему о чем это говорит вот этот датоном он пытался всегда воздействовать на елену через страх он питался ее негативными эмоциями питался ее переживаниями это карта интриг ссор но это интриги и ссоры неявные которые наблюдали бы соседи с грохотом со скандалами с конфликтами это как бы то что творилось внутри их семьи но в первую очередь я еще раз говорю эта карта говорит о том что на елену больше всего он хотел воздействовать на ее психику и этот датоном жил внутри него и живет и продолжает жить желание расшатать ее психику и питаться ее эмоциями следующая позиция чего он боится эта карта говорит о том что он боится внутренних своих же опять таки демонов это есть страх разоблачения хотя он может быть достаточно уверен в себе уверен в себе и в том что он делает но есть страх вот этого разоблачения что увидит все-таки его истинное лицо он сам вызвался заигрывать с этими демонами которые сейчас раздирает его он не ожидал что вот исчезновение елены получит такую общественную огласку что это на людей так повлияет он этого не ожидал больше всего он боится разоблачения еще я могу сказать у него закрыта его сердечная чакра это говорит о том что не испытывал он к елене любовь и следующая у нас позиция пятая она закрыта мне нужно достать дополнительную карту пятая позиция это как раз таки кто елена была для него кто она была для него эта карта говорит о том что всевидящее око знаете вот на этой книге прорисовано всевидящее око конечно же она в нем вызывала определенные эмоции и радость было чувств вот эта наполненность этими чувствами была все-таки через рождение детей и в то же время здесь также могу сказать он испытывал некий такой страх выразить свои истинные эмоции елена показывала все те эмоции и чувства которые она переживала а что касается Александра кто она кто для него была Елена это женщина которая дала подарила ему детей в первую очередь это женщина которую конечно он когда-то полюбил и был в нее влюблен но вот впоследствии он в то же время и боялся вот этих эмоций которые в нем впоследствии зародились он боялся себя и Елена была именно тем человеком которая также эмоционально на него могла действовать он мог оказывать на нее влияние а Елена оказывала на него влияние через свои собственные эмоции любые это могли быть и позитивные негативные следующая позиция что же он будет делать а вот это как раз таки карта говорит о том он будет просить о помощи он будет искать поддержку он будет призывать всех своих знакомых все свои связи будут поднимать для того чтобы ему помогли эта карта сотрудничество эта карта также еще говорит о том что может быть какой-то обман обман будет основан на рождение какой-то новой идеи это призыв все равно о помощи и будут задействованы все силы для того чтобы скорее всего Александра не арестовали и не обвинили его причастным в исчезновение Елены следующая позиция что же она будет делать что же она делала что же она делала а вы знаете на этой карте слепой музыкант играет демоном так вот я хочу сказать что Елена заигрывала с демонами она даже не подозревала что она находится в огромной опасности и она этим демонам до той поры была нужна пока она играла именно и плясала под их дудку она даже не поняла что она оказалась в тупиковой ситуации да ничего она не делала по сути дела она играла вот эту роль которую от нее требовали и хотели и как только она перестала играть она стала неугодной она еще могла хотеть все таки отстаивать свою точку зрения и у нее могли возникнуть мысли все таки и по итогу она боролась за собственное мнение и собственные идеалы но глаза то закрыты у нее были она опасности никакой не видела а к интуиции возможно к своей она не прислушалась потому что на этой карте этот музыкант слепой музыкант будет жив до тех пор пока он будет играть и следующая позиция что же по итогу а по итогу вот эта вся история окутана слишком большой эмоциональностью все замыкается на том что это расследование изначально велось необдуманно много очень было каких-то неясностей какая-то ненужность была в этой ситуации и следствие и общественность вели вообще не по тому следу очень много было воды и сейчас и до сих пор льется вода но отдел то никаких нету вот еще могу сказать все же это это ситуация замыкается на определенной женщине простите и причем женщина это и основной чертой характеристики этой женщины является повышенная эмоциональность в этой ситуации много бездумных поступков нету не расследуется тщательно ничего не анализируется все находится под влиянием эмоций общественность увели от истинного мотива исчезновения Елены и еще могу сказать это карта жидкости воды по итогу все может кануть в воду либо раствориться в воде все что имеет жидкость ну как-то у меня неутешительно честно говоря я бы тоже хотела чтобы Елена нашлась лучше бы было конечно чтобы она куда-то уехала чтобы она как-то возможно эмоционально переживала какую-то ссору со своим мужем а потом она решила отдохнуть ну так если да подумать и она могла куда-то уехать может быть спрятаться где-то на какой-то момент может быть в какой-то заброшенной деревне у какой-то бабушки поселиться могла а потом отдохнет душой и телом и вернется домой к своим детям к своему мужу но я могу так сказать это все из области фантазии если вам есть что-то добавить по данному раскаду оставляйте пожалуйста свои комментарии берегите себя всего вам доброго под видео и вот 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 вот